С нами за столом политолог, член научного совета Центра Карнеги, Николай Петров. Здравствуйте. Добрый вечер. На ваш взгляд, это действительно можно расценивать как предвыборную речь? Ну, поскольку мне не дали послушать Аркадия Дворковича, то его слова на меня никак не влияют, и я бы, да, признал эту речь политической. Мы специально вам не дали его послушать. Я так и понял. Будем так считать. Я бы ее назвал скорее политическим завещанием. То есть я отметил бы, что в этой речи нет тех конкретных сроков и заданий, которые Медведев давал в Магнитогорске, и которые укладывались в его президентский срок. Там есть некие общие слова и приглашения к переговорам, которые, казалось бы, логично было бы устраивать, когда Медведев выступал в первый раз. И когда, если вы помните, он предложил удлинить президентский срок, а не за полгода до окончания его срока. Не получается так, что президент говорит то, что хочет слышать конкретная аудитория, перед которой он выступает? Я боюсь, что очень часто эта аудитория ограничивается размерами одного человека. И так, наверное, было в мае, когда президент выступал в пресс-конференции. Сейчас эта аудитория очевидным образом шире. Но я, честно говоря, не увидел в заявлениях президента, президента, человека, который готов бороться за то, чтобы оставаться на следующий срок и реализовывать свои планы. Ну а вот это вот, то, что он сказал, собственно, вот эти направления, они все-таки, да, нет сроков, нет каких-то конкретных планов по реализации. Но, тем не менее, это будет, на ваш взгляд, реализовываться с Медведевым, без Медведева? И это вообще идет все-таки в разрез с тем, что происходило в последние 10 лет в стране? Думаю, что нет. И я бы оценил призыв президента начать переговоры с муниципальными органами, как простой политический торг в канун выборов, который Кремль затевает каждый раз, когда возникает нужда в поддержке со стороны региональных и муниципальных органов власти. А времени сейчас, как мы понимаем, уже не остается для того, чтобы до выборов перераспределить полномочия. Можно только что-то предложить, что-то пообещать, что-то выслушать, но не более того. А вот что касается второго важного заявления относительно московского столичного федерального округа, то мне кажется, что оно идет в продолжение политики скорее премьера, чем президента. И я бы его рассматривал как то, что нынешнему мэру Сергею Собянину была дана задача демонтировать московскую политическую машину, переключить рычаги управления на Кремль, с тем, чтобы у Кремля больше никогда не было головной боли по поводу того, кто конкретно является мэром Москвы и что он злоумышляет. То есть мы все неправильно понимаем слово децентрализация? Я думаю, что мы его правильно понимаем, но это некий призыв, а не что-то конкретное. И согласитесь, через три с половиной года пребывания у власти странно обращаться с этим абстрактным призывом, а не с какими-то конкретными вещами и предложениями, идущими в плане развития децентрализации. Но тем не менее, за последние пару месяцев он уже который раз говорит о том, что нужно искоренять управление, ручное управление из Кремля. Вопрос в том, что делается в этом направлении. И вот пока у президента Медведева был единственный случай, его речь в Магнитогорске в марте этого года, когда общие призывы были конвертированы в очень конкретные, жесткие, с конкретными сроками поручения. Это было действительно серьезным новым элементом в деятельности Медведева, который пока никакого продолжения не получил, в том числе и сегодня. А вот возвращаясь к моей ремарке, что далеко пошел Дима, я имею в виду, конечно, имел в виду Дмитрия Казнина, возвращение губернаторских выборов возможно? Я думаю, оно не просто возможно, оно неизбежно. И сейчас, когда страна в таком неопределенно долгом и сложном состоянии выхода из кризиса, интерес Кремля заключается в том, чтобы ответственность, в том числе за любые кризисы на местах, ложилась не напрямую на главу правительства и президента, а на губернаторов, чего сейчас не происходит. Поэтому, мне кажется, как в 2005 году было логичным, по крайней мере, в логике Кремля, брать на себя власть, сейчас эта власть обернулась ответственностью, и также логично эту ответственность передать вниз. То есть они не знали, что это может обернуться ответственностью? Вот я побоюсь этого спросить. Это обычная вещь. Когда в эпоху всеобщего благоденствия вы берете кусок пирога, вам кажется, что это большое благо, а потом, когда власть должна отвечать гражданам за все сложности, злоупотребления и так далее, вы с удовольствием это передадите вниз. Это укладывается и в ту часть речи, где говорил президент о госкапитализме? Ну, то, что президент говорил о госкапитализме, не выходит за рамки общих слов, которые мы слышим уже на протяжении трех с половиной лет, и действительно есть такая точка зрения. Но пока мы не видим, чтобы эта точка зрения реализовывалась во что-либо действительно серьезное и конкретное, хотя уже почти два года... Ну-ка, публикуются списки о том, какие предприятия будут все-таки приватизировать государственные. Ну, во-первых... Сейчас вот опять же увеличивают эти списки. Так, а год назад мы слышали примерно то же самое. Ну, тогда было меньше предприятий. Ну, отлично. То есть каждый раз нужно поднимать ставки, но нет перехода по каждым заявлению дела. Ну, это же, наверное, надежда на иностранных инвесторов, которые этим заинтересуются. Которые сидят в Питере и которые ждут позитивного сигнала, и от которых мы ждем, что они понесут деньги не из страны, а в страну. В этом смысле адресат Медведева понятен, как понятна и та тональность, в которой была выдержана его сегодняшняя речь. Ну и последнее, наверное, все-таки, на ваш взгляд, это речь и вот эти сигналы, которые кто-то услышал, кто-то нет. Она что-то изменит в ближайшее время? Думаю, что нет. Думаю, что пока не закончится состояние политической и экономической неопределенности, никакие сигналы, в том числе и многократно повторяемые президентом, действия не возымеют. Как закончится эта неопределенность? Судя по всему, вы прекрасно представляете для себя, по крайней мере, как будут развиваться события на выборах. Я не могу сказать, что я представляю, как они будут развиваться. У вас есть точка зрения своя, да? У меня есть точка зрения, как логичнее всего они бы развивались. И, исходя из этой точки зрения, тандем сохранять нелогично. Он сыграл свою роль и больше не нужен. А даже если бы он был нужен, то нелогично было бы сохранять Дмитрия Анатольевича Медведева на посту президента. Ну а если функции формального и реального лидера будут вновь объединены, самый логичный вариант – это возвращение Владимира Владимировича Путина, который, как вы сами правильно отметили, развивает сейчас необыкновенную активность на выборах, чего мы никогда не видели раньше. – Есмея 1959.